Ребята, всем привет! Блин. Всем привет, мои хорошие! Всех с пятницей! В общем, я иду сейчас прогуляться. Прогуляться с Максом. На улице у нас изрядно потеплело. Как видите, от снега уже не осталось и следа. Температура плюсовая. Немножко у меня будет не очень хорошо видно. Ну и ладно. Ну, знаете, я не фрэш сегодня выгляжу, чтобы на меня смотреть. Вот. Что я, конечно... В общем, неделя закончилась. Немножко тут видео не выкладывал, потому что не было времени. Прям реально не было времени. Вчера вообще так оказалось. Я приехал домой. Как я уже вам рассказывал, что я все уроки делаю заранее. Вчера я прихожу домой, и у меня просто ничего не сделано. Вообще. Почти ничего не сделала. Поэтому пришлось делать уроки, сидеть. Все три пары сидеть и делать. Вот. Дальше. Что еще вам рассказать? Да особо-то и нечего рассказывать. Все равно вы все уже все знаете. Сейчас иду на встречу с Максом. Мы хотели с ним вообще в центре Иваново встретиться, но так получилось, что он немножечко позже приехал в Иваново из Шуи. Поэтому мне пришлось доехать до дома. Я сказал, делай все свои дела. Встретимся с тобой. Ну, где, конечно же, в Ашане, в нашем любимом? Сейчас мы пойдем посидим, покушаем. Короче, я вам засну, все. Вот. Ну и поболтаем тоже с вами. Может, еще что-нибудь вам расскажу. Еду, короче, на стареньком троллейбусе. Я не знаю, мне кажется, в ваших городах уже такие не ездят. А для нас они такие, знаете, типа ностальгия. Такие консервные баночки. Но мы их так любим, они такие реально уютные. Бывает, я снимаю вам из них. Вот еще эти печки вот эти вот толхозные. Просто какой-то кринж. Трэш. Ну-ка. Так. У тебя, по-моему, прибавилось колец. Да. Я у сестры. Стылил. Да. Сидим с Максом сейчас в базаре. Макс пойдет сейчас выбирать себе пожрать. Пожрать. А я сижу. Я ничего не буду брать. Блинчики? Нет, только блинчики возьму. Я даже чай с собой взял. Раз назад. Вот. Макс, ты можешь мне налить горячей воды, когда пойдешь пробивать? Ну, мне взять просто кипятка. Просто кипятка. Просто горячей воды в стакане. Да, она бесплатная. Я, короче, нищенствую. Пью кипяток. Пади, Макс. Сейчас проходишь еще долго. 7 октября, а сейчас какой уже в следующий месяц пошел. Сейчас уже 8 ноября. Весь. Журнал, да. Пади. Ребята, как вам мой свитер? Давно я в нем не появлялся на видео. Да я вообще на видео давно не появлялся. В общем, что хочу сказать. Большое спасибо Любовь Владимировне за перевод. Не знаю, можно было говорить или нельзя, но мне Любовь Владимировна перевела день. Не буду говорить, сколько. Вот. Спасибо большое за поддержку. В общем, пришли мы в базар. Ну, напоминаю, что базар это не рынок, это базар. Это так называется. Не знаю, у вас есть такое или нет. Это типа кафе, ресторан, домашняя кухня. Ну, короче, столовка. Вот. И я сейчас буду в принципе есть не особо хочу, но я себе возьму блинчики. Здесь есть вкусные блинчики. Ну, еще, когда я хожу в базар, здесь просто пакетик с чаем, простите, стоит 17 или 20 рублей. я взяла с собой гринфилд. Пить гринфилд. Ну, это пипец, ребят. Да не, ну, просто там чай такой обычный, самый простой. А сейчас Макс мне нальет воды кипятка. Вот. Народу здесь, кстати, никого нет практически, то есть мало совсем народу. Вот. А еще мне очень нравится здесь освещение. У меня не видно моих черных кругов под глазами. У меня просто сегодня такая мигрень началась. Вообще, сегодня такой был день немножечко трэшовый, потому что я, когда сегодня пришел в университет, это уже третий день сегодня, когда я встаю в 7 утра, и у меня пара начинается с 9, то есть с первой пары. и у меня сегодня уже на латинском упало настроение, потому что я, короче, ну, все было нормально, но мы начали изучать новую тему, и я немножко не понял. А когда я не понимаю что-то, я начинаю очень сильно нервничать, загоняться, типа, бля, я ни хера ничего не понимаю, еще так быстро определение диктует, и меня так это раздражит, когда я ничего не успеваю и не понимаю. И у меня прям резко упало настроение, естественно, остальная часть латинского языка прошла в каком-то коматозе, потом был немецкий, я даже ничего не купил покушать себе на сегодня, потому что, ну, просто элементарно забыл. Вот. Ну, тем более, что сэндвич покупать? Сэндвич у меня, я его покупаю, там как бы в упаковке две штуки, якобы на два дня, то есть один сэндвич беру, второй на завтра оставляю. Но меня девочки позвали в Риад, в магазин рядом с универом, я купил, короче, себе сэндвичи все-таки, и решил покушать. Вот. Немецкий прошел ужасно, потому что я тоже ничего не понимал. Ну, как, я понимал, сидел, но мне было тяжеловато, потому что я, не знаю, вообще такая тема метро, вот, и там так тяжело объяснять это все. У нас в понедельник тест, у нас каждую неделю тест, проверочная работа. Раньше было по пятницам, типа в конце недели, сейчас у нас по понедельникам она. И там наверняка будет задание объяснить человеку, как ему добраться от одной станции метро до другой. Вот. Я знаю, как ориентироваться в метро, прожив столько, столько времени в Москве, но там немножко такая тупость какая-то, вот, в немецкой схеме, именно в учебнике. Вот. И за это я что-то так застучал, мне что-то так стало грустно, печально, я не знаю. Вот. И, в общем, все. Ни настроения у меня нет. Дальше у нас была история. Я приготовила доклад по правлению писаревны Софьи, это сестра Петра I, старшая, и у меня тема была двоицарствия Иоанна, отца Анны Иоанновны, и Петра, пока они были несовершеннолетними, как бы они вдвоем правили. И регентом при них была вот эта царевна Софья, старшая сестра. Так что, я написал доклад, думал, что я сегодня отвечу его на истории. Не тут-то было. Нас всех собрали в конференц-зале и пришел какой-то ветеран, ну, ветеран, мужчина, ну, не старый, то есть, как бы ветераны сейчас, это не то, что там старики какие-то. Вот. Он был в Беслане, и он нам начал рассказывать про этот Беслан. Ребят, я не знаю, я просто очень чувствительный человек, я читал в свое время про этот Беслан, меня прям всего колбасило, мне было страшно, и он начал рассказывать, вот эти кадры показывать. Зачем? Просто зачем? Мы все сидим, у меня со мной рядом девочка, Настюшка сидела с английской группы, она, она не прекращая плакала все вот это время. Блин, ну зачем вы так издеваетесь? Меня тоже вот так вот трусило, и думаю, господи, вот я это все знаю, мне не надо это лишний раз рассказывать, я не хочу, это не то, что нужно рассказывать и напоминать каждый раз. Я не хочу об этом слышать, мне это не интересно, мне, я, как человек с рашатной психикой, мне очень тяжело. Потом мы, блин, не хотел про это рассказывать, потом мы, значит, пошли, нам говорят, общие фото надо сделать, а уже как бы пара нас по сути закончилась и одновременно закончилась вот этот вот рассказ про Беслан. И я думаю, ну все, я пойду, я не буду фоткаться. Стоят девочки, которые из студенческого оргкомитета или какой-то, короче, организации студенческой просто вот так руку поставили, говорит, вы никуда не пойдете, идите фотографировать, я говорю, ты что, мадам? Это Максик? Замочек, но... На много взял? Мне даже дала... А ты еще... Ты еще и... и... и блин заказала? Господи. Почему такой худой дрянь такая? Сейчас я это рассказываю. Вот. Она стоит, ее такой, ничего себе. Я говорю, нет, я пойду. Убрала руку свою. И я вышел, короче, тащу с собой, за собой Амалию. Говорю, Амалия, пойдем. А она такая встала, говорит, нет, она не пойдет. Я такой, ничего себе, блин. В общем, это был трэш, и мы там так разругались, потому что я прям... Я говорю, человек сейчас на автобус опоздают. Вы что, издеваетесь? Ну, понимаете, блин, фоткаться с зареванными лицами? У меня мигрень такая началась. Ребята, даже себе не представляете, просто мигрень. Она у меня как и начнется, она у меня так и будет, пока я не для гуспа. И я такой, блин, и я тащу Амалию, она ее не выпускает. Я ее, короче, вырвал. Она орет, кто у вас куратор? Я говорю, чего? Я говорю, ты посмотри на время, моя хорошая. Пара уже закончится. Она говорит, у вас вообще-то пара сейчас идет. Я говорю, время посмотри, уже пара давным-давно закончилась. В общем, орала-орала, и мы потом с ребятами, ребята мои за мной побежали быстренько. Ну, они тоже вырвались оттуда. И человека, нас так сегодня было немного, но человека, человек пять за мной побежало, моих ребят. У нас было человек, наверное, семь-восемь. Остальные остались сфоткаться, потому что они были подальше, они не слышали, не видели. Потом мы стояли на улице, и выходит эта девка, и я говорю, подойди, пожалуйста, сюда. Я говорю, а ты кто такая? Я прям, я так говорю, вы кто? Почему так со студентами разговариваешь? Сначала говорю, представься, пожалуйста, скажи мне свое имя и фамилию, и чем ты занимаешься? Ты вообще кто такая, чтобы меня удерживать и говорить мне, что мне нужно остаться? Я говорю, у меня ребята уже на автобусе реально опоздали. Вот у меня Амалия, она ездит далеко. И мы, она пришла стоять и ждать следующего автобуса на холоде. А пара, между прочим, мы уже отсидели, мы уже отсидели свой, мы честно отсидели всю пару, мы уже пошли, А уж фотографироваться или не фотографироваться на общей фотографии, это уже наше дело. У меня не было состояния просто стоять, улыбаться, у меня ужасно болела голова. Девочки тоже все зареванные сидели, и у них тоже реально не было настроения. Вы о чем, о каких фотографиях после таких рассказов? Ну, в общем, короче, я говорю, вам сказать имя нашего куратора, она говорит, нет, я уже все выяснила, я говорю, хорошо, будем разбираться дальше. В общем, в понедельник я приду, наш куратор, это наш доцент, Мария Владимировна, я ей все расскажу, я скажу, а почему так разговаривают с нами? Вот. В общем, у меня сегодня такое ужасное состояние, я прям как желе, как холодец какой-то. вот, но Макса я не мог бросить, он вот сегодня собрался в Серебряный город, это торговый центр наш, самый большой, купить себе обувь. Он наконец-то купил себе обувь, но он немножко припозднился, я уже, я думала, мы с ним пораньше встретимся, там часиков, не знаю, в 2.30, вот, но он только к 4.30 приехал в СГ, как я понял, вот, и за это время я уже успел до дома съездить, слава богу, потому что у меня голова болела адски. Приятного аппетита, дорогой. Вот, и я хотя бы поел супчик грибной, бабушка мне сварила, полежал, поспал, ну, подремал, и у меня, знаете, произошла такая перезагрузка, я заснул, проснулся, и вот все это осталось говно, короче, до сна. Сейчас я уже, конечно, успокоился, мне уже все хорошо, и после рассказов этих жутких картин, этих фотографий окровавленных, вообще просто на самом деле не понимаю, зачем это делают, вот, и сейчас вот мы, я говорю, Макс, может быть, встретимся в Тополе, это другой торговый центр, мы вроде как бы условились, но потом я решила все-таки поближе, все-таки Ашан, потому что и Максу ближе от Ашана ехать, и мне ближе, по сути, Ашан, остановка Ашан, у нас такая, знаете, самая близкая, до меня минут 10 ехать, и до Макса, это выезд как раз, я говорю, я вот живу на выезде из города, поэтому, поэтому вот так, вот мы с ней встретились, и сейчас вот Максик с покупками сидит, кушает, я сейчас пойду себе тоже блинчики покажу, ну, ты с чем заказал блины? С другой стороны. Один, два? Два. Хорошо. Вот, покажи, что Макс сделал. Максик, приятного аппетита. Короче, тортик еще с сахаром, естественно, он любит сладкий чай с тортом, рис, за что, подлива какая-то? Сейчас скажу. И отбедная? Рагу, чили, кон корне. Острая? Пикантная? Странно, но нет. Странно, но нет. И какой-то чаек, он от лимона. А у меня просто кипяток, гринфилл, и все, короче, я пойду, сейчас еще блины себе закажу. Да, у Макса имбирный чай. Я пойду себе закажу блинчики тоже со сгущенкой, и думаю, тоже пару штук. Вот, принесли мои блинчики, Макс тоже принесли блинчики. Макс, что случилось? Я же не брал, вот, просто сгущенка любит тебя, но, а, ну да, а я хотела сказать, но ты не любишь. Короче, сейчас мужчина, вот который, вот этот вот сидит, такой, я, значит, подхожу к кассе, стою за одной женщиной, он такой просто вперед меня встает, я такой, мне же всего лишь блины заказать, как бы, и, в общем, он стоит, о, спасибо, я сегодня легке, Максик не дал, салфин, вот, и я говорю, а вы занимали? Он говорит, нет, я говорю, блин, а у него уже стоит, там просто рядом с кассой стоят такие табуреточки, на которые можно поставить поднос, и он на самый первый поставил, который, прямо за этой женщиной, и вперед меня, я говорю, я вообще-то здесь стою, он говорит, ну как вы мне предлагаете вот этот поднос, куда поставить, а сзади еще три вот такие же табуретки стоят, я говорю, ну вот, можно было на те поставить, вот, и он говорит, я не претендуйте на ваше место, я говорю, мне только блинчики заказать, и все, я, короче, заказал блинчики, и вот, кушаю, приятного нам аппетита с Максом, Макс, в чем у тебя пальцы, что ты такой черный, да, в огороде я поработал, сегодня, в огороде, и не успел, не поздно, господи, вы смотрите, ну ладно, Макс, скажи свои кольца, боже, с, простите, с рубином даже, блин, что-то ничего не фокусируется, нифига, у него феникса, лотос, 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 нет, я ничего такого не хочу, покажи еще раз лотос, нет, я не хотел, ладно, поверим, поверим тебе, короче, Макс уже успел в огороде поработать в ноябре месяце, так я же, перед тем, как уволиться, в ансамбле мне дали задачу всю землю распустить, так это, был сентябрь, еще было тепло, октябрь, а сейчас-то ноябрь, нет, это было ноябрь, это было с 31-го, по 2-й, сейчас 3 дня развозил землю, понятно, и эта земля до сих пор с тех времен осталась? или ты дома работал еще на огородах? сегодня я, да, еще дома работал, так сегодня уже холодно, что там можно сажать, что там вырастет? я ничего не сажал, сегодня все оттайло, поэтому я все горшочки, Макс, мне нужно горшок купить, у меня просто мой цветочек уже вырос, и мне нужно пересадить его в покрупнее горшок, у тебя можно взять? мне нужен небольшой, потому что у меня отросточек, он небольшой, ну нет, у меня средненький, средненький, да, 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 а когда? у меня просто цветок уже вырос, он уже 3 сантиметра, а когда будет 70, там написано, там написано, не, не, нет, не пока хотя бы просто, может у меня цветок вообще погибнет, откуда я знаю, короче, мне нужно, мне нужно пересадить, через, когда вот, ну, еще 5-7 сантиметров будет, мне нужно быть пересадить, в горшок побольше, у меня просто в стаканчике, у тебя есть? нету, у тебя просто огородный, но не огородный, я, наверное, у бабушки попрошу, у нее есть грунт, а у тебя есть с землей, ой, ну ладно, а когда? на следующую неделю уже? ну да, я, наверное, выходной дома, я тоже буду, я приеду в понедельник, о, ты в понедельник будешь здесь? о, было бы вообще супер, отлично, короче, макс, я буду на тебя надеяться, просто у меня уже цветочек, вот такой вырос, он где-то 3 сантиметра, вот такой, ну, 2, 2, я не знаю, я купил фикс прайсе, вырасти елку называется, в стакане, там просто типа елка какая-то, и мне чего-то так захотелось, я, значит, этот стакан распаковываю, там лежат 3 таблетки с грунтом, сухим, я их залил землей, отмочила эти зерна, там их было 6 штук, зашло только 2, ну, слава богу, потому что хотя бы один зашел, и у меня уже вот такой проросток вырос, где-то сантиметра 3, а нужно, а нужно, когда 5-7 сантиметров, я знаю, семена елок нужно замачивать в воду, очень долгое время, там написано, замочите на сутки, или на день, или на сутки в воде, я их замочил, я не знаю, Макс, и этот Макс просто садовник, просто от бога, он в армии, постоянно возился с цветами земли, у него очень большой там опыт работы, я не буду с тобой спорить, я без понятия сам, но я даже рад был, что у меня просто хотя бы что-то взошел, понимаешь, у меня на видео есть, я показывала на видео, где, я уже не помню, да, на каком-то из последних видео, я показывал своего ребенка, даже двух, да я это, если ты мне привезешь, я сниму, как я, ну, его пересадил, вот, но нужно, когда 5-7 сантиметров, говорят, что нужно, когда он достигнет уже 5-7 сантиметров, пересадить его в горшочек побольше, ну, он прям реально в стаканчике, я вот его хочу пересадить, но мне нужно где-то горшок взять, покупать у меня просто, я не знаю, где и сколько они стоят, вообще без понятия, у меня сейчас просто с этим тугом, мне еще нужно на лазер съездить, вот, поэтому, если ты мне привезешь, было вообще круто, короче, ладно, мы будем кушать, а то у меня уже остыли блинчики и чай уже, а хотя чай еще парит, давай, доедай, у тебя очень нравится все холодно уже, тебе надо в микроволновку, все, мы будем есть, ребят, спасибо, что посмотрели немножечко, послушали мою душню, вот, все, мы покушали с Максом, да, вижу, мы поели с Максом, идем по пустынному Евроленду, потому что он уже заканчивается по ПТЦ, короче, Макс, мы все сидим такие, поели блины, он достает две банки пива, но пиво безалкогольного, нулевка Балтика, ой, Ольга, что ли, вот, здрасте, как дела, все хорошо у вас, как дела, я настолько себя напряг, варну физически, то, с 53, я теперь 59 вешу, то есть нужно заниматься спортом, чтобы весить больше, да, да, а чтобы похудеть, я хочу похудеть, не есть надо, но вам тоже нужно, вам тоже нужно, дело в том, что как бы, все эти нагрузки, они просто нормализируют, ой, твой организм, твой анонизм, что? Организовать твой организм, хорошо понятно, все ясно, короче, это была мама моего одноклассника, мы живем на 6 этаже, они живут на 5 этаже, и они с моей мамой были лучше, ну не лучше, подружки хорошие, и рожали вместе нас, с моим одноклассниками, с Робой, будем оба смотреть, давай, только нам сейчас пизды вядует, просто, потому что он уже закрывается, или закрыт уже, вот, кстати, они, наверное, и жидкости, ну вот, собирают, вот, кстати, они кожаные, я думала, они прям замшевые, ну ничего, такие хорошие, подпушек, конечно, стынковатые, нормально, ну они, вылетесвените, и стоят мне, не 1500 рублей, я не хочу до холода ходить, сейчас мне опять будут ругать, что я без шага хожу, максик спрашивает, что мы будем делать на остановке, людей пугать, как форель, как форель? Да, вот там его название, форель. А, у меня есть, кстати, фотка с детства, где вот это вот, короче, Ольга, будем так ее называть, и моя мама в молодости, и я там, и Рома, мой одноклассник, и мы такие маленькие, нам там даже года, наверное, а может и год есть, как раз, они гуляли вместе, такие там смешные, ой, блядь, холодно, хороший ветерок, да? Да, да, освежаешь, бриз в ус, сука, ну ты капли попробуй, меня считаешь потом, внутри рассыпались бусы, сложные вкусы, блядь, ну что мне делать, если, ух, я думал, где-то обрезались, ну я просто глаза, скинул, не увидел, что-то, ой, это реально пиздейшн, вот ветер портит все, всегда говорил, ветер нам не нужен, только в жаркую погоду, ну, кстати, как, вот это вот смотрится, нормально, я такой не ношу, конечно, ну, вот с мехами всякими, вообще, шапка вроде ничего такого, да, конечно, не еще, кто же выбирал-то тебе шапку, я, ой, 14 секунд, пойдем мы успеем, это же самое, все тоже, оно же, наруннишу, пехера стоит, мои хорошие, всем спасибо большое за просмотр, мы с Максом быстро разъехались, разошлись, практически сразу же подъехал в автобус, следом сел я, немножко замерз стоять на остановке, на самом деле, вот, и, в общем, все, я приехал домой, вот, так что вот так вот, немножко уже мне лучше, хорошо, настроение у меня замечательное, вот, я очень рад, что тоже поснимал для вас сегодня видео, как всегда ни о чем, так что вот так вот, всем желаю всего самого-самого позитивного, наилучшего, я вас всех безумно люблю, вот, не теряемся, если что, пишите обязательно мне комментарии, ставьте лайки свои, свои любимые сердечки мне, вот, в общем, спасибо большое, еще раз за просмотр, всем пока, пока, . . .